Частные дома в Татарстане. Сколько их строят и из чего? Разбираешься в нейросетях, получив прибавку к зарплате. От кого работодатели требуют новых умений? И спрос на глэмпинги взлетел. Почем теперь палатка с удобствами на природе? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. В Татарстане с начала года на кадастровый учет поставили без малого 9 тысяч жилых домов. Это данные регистраторов. Столько частных домов построили и новоселье отметили татарстанцы за первый квартал. В основном это дома в сельской местности. Только каждый седьмой домик садовый или дачный. При выборе строительных материалов в этом году, как и прежде, татарстанцы отдавали предпочтение кирпичу. Таких домов у нас 4700. Порядка 3000 домов возведено с использованием комбинаций материалов. Около 1000 – это деревянные дома. И самые редкие используемые материалы – это камень. 28 домов, монолитные 9 домов и панельные – всего 5 домов. Отметим, что глава Минстроя республики Маратай Затулин среди строительных планов на этот год называл введение в эксплуатацию минимум 3 миллионов квадратных метров жилья. И почти половина из них, как ожидается, будут частные дома. В регионах Поволжья спрос на специалистов, понимающих в нейросетях, вырос на четверть. Это данные прошлого года. Весной 23-го был прям скачок интереса к ИИ-специалистам. И что теперь со спросом? Рынком труда и зарплатами выяснили аналитики HeadHunter, Tele2 и группы Astra. Сегодня в 17% случаев работодатели, когда изучают резюме потенциального работника, обращают внимание на навык использования нейросетей. Чаще всего требования работы с искусственным интеллектом или нейросетями встречаются в вакансиях для программистов, разработчиков, также копирайтеров и редакторов. Появились и новые специализации. Промт-инженеры – это те, кто учит, тренирует искусственный интеллект, задает ему команды. А и редакторы показывают нейросети, какими могут быть качественные, логичные ответы на вопросы. Для таких тренеров спрос по Волжье за год вырос почти на 200%. В целом эксперты отмечают набирающую силу тренд на ИИ-специалистов. 80% респондентов по Волжье интересуются искусственным интеллектом и нейросетями. Это самый высокий показатель по России. В целом по стране уровень интереса находится на отметке 68%. Таким образом, жители по Волжье оказались самыми открытыми к новому в диджитал-сфере. 32% уже применяет искусственный интеллект в работе. Из них 78% в целом довольны результатом. Чаще всего возможности нейронки задействуют IT-специалисты, представители креативных профессий, в числе которых преобладают маркетологи, пиарщики, работники медиа, СММ-специалисты и дизайнеры. Интересно, что каждая десятая компания готова поднять зарплату на 10-20% тем, кто эффективно работает с нейросетями. Еще 6% работодателей предоставят нематериальные бонусы. Но в то же время 65% компаний доплачивать за знания нейронки не планируют. В России взлетел спрос на бронирование глэмпингов. Такую тенденцию заметили аналитики Яндекс.Путешествий. Глэмпинг – это такой вид отдыха на природе, но со всеми удобствами. В комфортабельных палатках или даже деревянных домиках, с горячей водой, санузлами, удобными кроватями. В переводе с английского глэмпинг – гламурный лагерь. Так вот, бронировать палатки в таких гламурных отелях туристы начинают минимум за 3 недели в Краснодарский край, а максимум больше, чем за 2,5 месяца. Это в Дагестан. Спрос на бронирование глэмпингов в нашем сервисе по сравнению с прошлым годом вырос более чем 5 раз. Чаще всего его выбирают те путешественники, которые хотят отдохнуть от шума городов и ищут уединения и живописные места. Ценники на такие гламурные лагеря отличаются от цен в отелях, порой даже в большую сторону. Ночь в глэмпинге в Краснодарском крае – 17 385 рублей, в Карелии – 13,5 тысяч. Татарстан этой весной вошел в десятку самых популярных регионов, где бронируют глэмпинги. У нас ночь на природе с городскими удобствами будет стоить 10 800 рублей, а занимать палатки начинают почти за месяц. Самые бюджетные варианты среди самых востребованных в Дагестане. Там ночь обойдется в 6,5 тысяч рублей и в Пермском крае – 7 360. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова